Здравствуйте! С вами Биржевой помощник. Все о работе на финансовых рынках и их особенностях. С вами Ирина Нестеренко и Евгений Слесарев, инвестиционный консультант компании «Фибогрупп». Приветствую вас в студии. В предыдущих выпусках передачи мы уже разговаривали о финансовых рынках, о том, как можно на них инвестировать, как заниматься спекуляцией и, собственно, о методах. Это и автоматическое, и самостоятельное. Сегодня я предлагаю вам немного отойти от теории и поговорить об выдающихся личностях финансового рынка. То есть существует в любом случае много людей, которые добились успеха на финансовых рынках, но, тем не менее, какие можете выделить самые известные? Ну, самые известные, наверное, большинство наших телезрителей знают такие фамилии, как Сорос и Уоррен Баффет. Это, наверное, наиболее известные люди, которые создали свои имена, состояния именно на финансовых рынках. Но кроме них существует, абсолютно верно, вы сказали, масса других фамилий, о которых, может, знает более узкий круг людей, но я думаю, что их биографии, их работа на финансовых рынках не менее интересна и привлекательна. Здесь мы можем вспомнить и Тодда Стюарта, и Тони Барселину, и Ларри Вильямса, достаточно известная личность в биржевых кругах, который как раз является, знаете, таким воплощением американской мечты, когда человек с нуля, будучи представителем среднеамериканского класса, сделал себе состояние, миллионное состояние, сделал себе ими в биржевых кругах. Вот как раз-таки Ларри Вильямса называют легендой трейдинга, да? Абсолютно верно. Легенда трейдинга именно потому, что человек, увлеченный своим делом, доказал, что это возможно, возможно, каждому, да, чем бы человек раньше не занимался, он может войти в биржевую торговлю и, в общем-то, достичь значительных высот. Кроме того, легендой трейдинга Ларри Вильямс стал именно потому, что он завоевал титул лучшего биржевого спекулянта, он победил на конкурсе биржевых торговцев в Соединенных Штатах. На сегодняшний день это один из самых престижных трейдинговых конкурсов. Так он остается еще победителем по сей день? Вы знаете, его достижения еще до сегодняшнего дня никто не смог превзойти, поэтому он, в общем-то, остается легендой. Достижение достаточно серьезное. Представьте себе, что человек с десяти тысяч стартового капитала за один год заработал один миллион сто сорок семь тысяч. Так это примерно сколько процентов в год? Ну, это более одиннадцати тысяч процентов. Поэтому это выдающееся такое достижение. Оно вошло во все учебники, во все издания. И, в общем-то, стремиться к этому должен, я думаю, каждый. И мне бы хотелось сказать нашим телезрителям, что если у вас есть желание попробовать свои силы в биржевой торговле, вы можете прийти к нам на семинар, узнать, как это все происходит, начать обучение. Если среди наших телезрителей есть опытные уже люди в биржевой торговле, вы можете попробовать свои силы, потому что наша компания предоставляет возможность выхода и участия в том самом известном биржевом соревновании, который на сегодняшний день называется World Cup Trading Championship. И проходит оно ежегодно. Опять же, для участия необходимо только зарегистрироваться. Мы вам во всем этом поможем. И, может быть, вы станете следующей легендой биржевой торговли. Продолжая говорить о Ларе Вильямсе, все, наверное, знают, что он не был финансистом, он не был именно профессионалом в этой индустрии. И как он пришел, собственно, в биржевую торговлю, давайте посмотрим в следующем сюжете. С удовольствием. Ларе Вильямс – это символ краткосрочного трейдинга. Каждый год он доказывает, что на торговле валютой можно заработать сотни и тысячи процентов годовых. В 1987 году Ларе Вильямс установил рекорд мира по инвестированию, показав феноменальный результат. За один год он превратил 10 тысяч долларов в 1 миллион долларов. На сегодняшний день Ларе Вильямс является постоянным победителем мирового чемпионата Кубка Роббинса в сфере торговли фьючерсами. Родился Ларе в 1944 году в средней американской семье в штате Орегон. Уже с детства он показывал себя настойчивым и целеустремленным человеком, стремящимся к самостоятельности. В 1964 году Ларе Вильямс окончил Орегонский университет и получил диплом журналиста. Проработав корректором рекламного агентства Нью-Йорка, он вернулся в свой родной город, где организовал собственное издательство. Его газета The Oregon Report освещала экономические и политические новости штата. Именно эта работа подтолкнула его интерес к фондовому рынку, и он начал изучать особенности работы биржи. Свою профессиональную деятельность на фондовом рынке Ларе Вильямс начал с 1966 года. Вначале он торговал акциями, строя свои стратегии на техническом анализе. Позже он перешел на фьючерсный рынок, и здесь его ждала всемирная слава. Получается, переломным моментом было в его судьбе именно участие в этом конкурсе? Я бы так не сказал. Участие в этом конкурсе сделало его именно наиболее известным и изменитым в кругах биржевых торговцев. А переломным моментом, наверное, стал именно приход его в биржевую торговлю, когда он увлекся, когда он понял, что это дело перспективно интересное. Ведь, смотрите, в 1966 году Ларе Вильямс только начинает торговать, да, он только приходит на финансовые рынки, а в начале 70-х он уже зарабатывает свой первый миллион. То есть, по сути дела, пять лет понадобилось человеку для того, чтобы с нуля получить огромный объем знаний, начать торговать и, в общем-то, уже заработать серьезные деньги. Я думаю, что для многих и на сегодняшний день начать с нуля и через пять лет получить миллионы – это очень хороший стартап. Ну, а, собственно говоря, если говорить о конкурсе, то, в общем-то, те результаты, о которых все знают, с 10 тысяч до 1 миллиона 147 тысяч – это не полный результат. Дело в том, что конкурс проходил в 1987 году, и год для американского фондового рынка был не очень удачный. Там был обвал, да, американского рынка? Абсолютно верно. В сентябре был обвал американского фондового рынка, и основные американские индексы просели более чем на 20%, 20-25%. Так вот, к сентябрю торговое состояние Ларри Вильямса уже было почти 2 миллиона долларов. И этот обвал снизил его результат. И это тоже, кстати, говорит о том, что путь к вершинам не всегда легкий, что за него необходимо бороться. И даже у опытных биржевых торговцев бывают взлеты и падения. Но нужно идти целенаправленно к своей цели. На каких рынках он начал работать? Вообще, Ларри Вильямс, как многие американские обыватели, пришел изначально на фондовый рынок. И нужно сказать, что его работа на фондовом рынке в первый год не складывалась. Не все у него получалось. Он не мог достигнуть каких-то определенных успехов, не мог достигнуть стабильности. То есть, с чем это было связано? У него какая-то была стратегия? Он именно чему был подвержен? К какому он приду анализа и методы? Ларри Вильямс, в первую очередь, использовал технический анализ. Точнее, тогда он только начинал использовать технический анализ, отрабатывал свои методы, приемы. И так получалось, что это не срабатывало. Не срабатывало на американском фондовом рынке. Однако, его приемы были достаточно интересны уже на тот момент. И один из его знакомых биржевиков предложил ему попробовать именно эти приемы на других рынках. В частности, ему предложили переключиться на валюту и на товарный рынок. И как ни странно, вот как раз, наверное, это и стало переломным моментом. Потому что приемы Ларри Вильямса стали хорошо срабатывать. Он достиг стабильности. А уже буквально через 4 года, можно говорить, он заработал свой первый миллион. То есть, изначально, конечно же, Ларри Вильямс во многом использовал технический анализ. То есть, он его как-то усовершенствовал? Чем-то отличался технический анализ именно его? Изначально он пробовал только то, что он мог найти в учебниках, то, что он мог найти в библиотеках. Он очень много времени посвящал знаниям. Ему принадлежит такое выражение, начинайте потихоньку. Не жалейте денег на обучение, потому что это, в любом случае, это будет достаточно дешево по сравнению с теми возможными затратами, которые вы можете понести в этом бизнесе. Поэтому я еще раз призываю наших телезрителей, узнавайте, как работают финансовые рынки. В том числе, приходите, пожалуйста, к нам на семинары. Звоните по телефону, который видите на своих экранах, записывайтесь. Существует масса бесплатных семинаров, обучающих семинаров, существуют мастер-классы. Мы стараемся передавать все свои знания всем желающим, дабы вы смогли работать и зарабатывать на финансовых рынках. Какие же инструменты использовал в своей работе Ларри Вильямс? Как я сказал, Ларри Вильямс перешел на валютный рынок, и он продолжал работать с американским фондовым индексом S&P 500, так называемый индекс широкого рынка. Мы с вами как-то рассказывали нашим телезрителям, что фондовый индекс – это своеобразный комплект акций по основным, наиболее ликвидным компаниям Соединенных Штатов. Достаточно интересный индекс, почему его называют широким рынком, потому что он охватывает целый спектр экономики, и в большей степени он становится прогнозируем благодаря техническому анализу. Это и помогало Ларри Вильямсу. А начиная с технического анализа, с основных методов, в последующем Ларри Вильямс разработал несколько интересных математических моделей, которые на сегодняшний день встроены в программные продукты. То есть они и названы в честь него? Да, они называются именно… Благодаря Ларри Вильямсу они называются «Вильямс процент Р». Существует еще несколько инструментов. Он разработал, он их внедрил, и на сегодняшний день масса биржевых игроков использует его приемы. Поэтому они работают, потому что на рынке все-таки управляет большинство. Говоря о том, как работает Ларри Вильямс, надо упомянуть, что его основные биржевые операции строятся на промежутке в несколько дней. Буквально 2-3 дня, когда его биржевая сделка закрывается. Поэтому он считается классическим спекулянтом. Мы с вами говорили, что инвесторы оперируют более долгими временными промежутками. Ларри Вильямс работал на промежутке как раз 2-3 дня. Но у тебя есть же еще и другой промежуток, если в день несколько сделать. И некоторые даже говорят, что именно он так работал. Ну, на самом деле это больше легенда, потому что Ларри Вильямс предпочитал работать вот на таком промежутке 2-3 дня. Внутри дня он даже не признавал где-то внутридневную торговлю. Но на сегодняшний день практика показывает, что именно его инструменты помогают успешно работать внутри дня. То есть как раз вот эти краткосрочные сделки, которые совершаются в день по нескольку раз, совершаются очень часто с использованием инструментов Ларри Вильямса, помимо всего остального. Ну и нельзя все-таки отрицать, что Ларри Вильямс очень часто ссылался на основные базовые понятия фундаментального анализа. То есть именно с помощью фундаментального анализа он определял основные тренды, которые действуют на рынке. То есть он определял восходящий это рынок или падающий. И исходя из этого уже строил свою стратегию с помощью все тех же самых своих инструментов. О фундаментальном анализе тоже необходимо знать. Мы с вами в наших прошлых опять же